всем привет на канале удач мы сегодня в таком вот кухонном формате я решил записать для вас новый выпуск может быть вы еще не слышали этих новостей поэтому он выходит в первую очередь сегодня вечером сегодня у нас 25 мая суббота все последующие выпуски которые запланировал не будут выходить так как и положено значит одна женщина мне сказала что сидишь на кухне трепешься вот пожалуйста у меня кухня но все свои выпуски я записываю не на кухне это так к слову значит теперь по новостям именно по теме международный суд в гааге признал действия израильских властей и самого израиля против палестины геноцидом палестинского народа и с юридической точки зрения они считают что израиль не имеет никакого права уничтожать палестину и не имеет права уничтожать террористическую группировку хамас и также вот эту территорию рафах где находится вот этот больница и где прячутся в больнице или под больницей вот эти вот боевики де-факто суд в гааге признает действия террористической группировки хамас от 7 октября прошлого года и дальнейшие их попытки террористических актов правомочными против израиля ну получается так и также они признали вот эти вот граждане судьи что если вдруг бенеми нетаньяху с представителями своего кабинета министров приедет в какую-либо страну то власти той страны обязаны будут выдать его на суд международного трибунала то есть получается смотрите что когда 7 октября хамас нанес массированный ракетный удар по израилю все были в шоке все его резко стали осуждать рассказали абсолютно все главы государств министр иностранных дел сказали что израиль имеет полное право на собственную защиту имеет полное право охранять свои территории охранять своих людей но когда израиль начал отвечать на хамас тем же самым как говорится в поговорке бей врага его же оружием почему-то развернулись все вот эти главы государств министр иностранных дел в сторону и сказали что ай-яй-яй израиль поступает некрасиво нельзя убивать мирных палестинцев извините какие они к черту мирные палестинцы если каждый из них с пеленок с молоком матери с грудным молоком матери впитывает в себя ненависть израилю ненависть к евреям ненависть к евреям ко всему что связано с этой страной какие они мирные люди посмотрите что творится у нас здесь в стране в германии эти в первую очередь палестинцы они выходят на демонстрации они радуются они пляшут они танцуют этими флагами когда слышат в новостях что хамас или какие-то палестинские террористы убивают израильтян они пляшут на улицах они устраивают праздники полиция охраняет их не потому что полиции это тоже нравится полиция охраняет вот этих вот уродов в первую очередь от людей которые готовы их разорвать в куски и в германии таких людей очень и очень много вы не смотрите на то что в германии у нас здесь вот эти вот бараны бегают со своими флажками блин бегают кричат свобода палестине свобода там тем свобода этим нет это это мусор это вот это вот скажем так одна груша среди сотни тысяч яблок вот что это такое и полиция вот эту грушу охраняет чтобы ее не растоптали в грязь если вы не знали вот я вам объясняю как у нас тут работает полиция они охраняют вот этих уродов от людей которые готовы разорвать их на части растоптать их флаги потому что те люди которые их растопчут которые вырвут у них эти флаги которые сделают им скажем так бобо эти люди попадут за решетку поэтому многие просто терпят и ждут того момента когда следующем году у нас будут выбрать бундестаг чтобы избрать правильное правительство и отправить вот это вот в историю в историю негатива германии скажем так и немецкие власти кстати тоже сейчас уже высказали свое мнение по поводу вот этого принятия гаагским судом всех вот этих решений по действиям израиля против палестины в частности в канцлерамте сказали что да если бенемини таньяху приедет сюда в германию с каким-то официальным визитом то к сожалению мы вынуждены будем его выдать международным властям для того чтобы они могли его посадить на скамью подсудимых и провести над ним справедливый трибунал какой справедливый трибунал вы посмотрите люди неужели вы не понимаете что сейчас в мире происходит кукольный театр стоит один-два кукольника и тянут на веревочках всех этих марионеток называемых себя премьер-министрами президентами канцлерами там вице-канцлерами ними кто-то управляет и когда у нас нет такого чтобы наш канцлер вел самостоятельную политику самостоятельную внешнюю политику нет такого даже здесь германии они все кому-то подчиняются потому что в прошлом году когда хамас напал на израиль все были в шоке все сказали открыто да израиль имеет полное право защищаться сегодня же все говорят израиль ай-яй-яй остановись что ты делаешь я вам приведу один маленький пример чтобы вы поняли о чем я говорю почему я вот так вот резко высказываюсь против палестинцев в защиту израиля я я не еврей я не иудей я не живу в израиле но тем не менее я высказываюсь в защиту израиля потому что я вижу всю ту несправедливость которая происходит сегодня в мире и в частности в отношении израиля от вот этих вот палестинцев и их поддерживающих гуманитарных и политических организаций вот смотрите у допустим у какого-то человека рак ну да надо лечить надо уничтожать но когда все вот эти вот средства медицинские уже не помогают нужно иссякать хирург говорит да давайте мы уничтожим к примеру допустим у человека нужно гангрена да ему отсекают ногу причем отсекают ногу выше того места где находится гангрена чтобы уничтожить и метастазы этой гангрены но теперь смотрите это говорю я по сравнению с тем что сейчас делает израиль с вот этой палестиной а теперь смотрите у вас гангрена да на ноге гангрена елки-палки под коленом давайте мы вам отрежем только один палец может быть станет лучше примерно то же самое хотят сделать вот эти вот граждане судьи из международного трибунала в гаге заставляя израиль прекратить бомбардировки прекратить уничтожение террористической группировки хамас они говорят остановитесь не уничтожайте хорошо израиль сегодня остановится перестанет все это делать что будет дальше дальше этот хамас опять подымется с колен опять наберется денег от всяких гуманитарных и политических организаций закупит себе вооружение закупит себе ракет и начнет опять массированно бомбить израиль начнет опять уничтожать людей начнет взрывать сами себя вот мне кстати вчера один человек из израиля написал следующее что он был сам свидетелем своими глазами видел как 16 лет по моему назад он был со своей сестрой на дискотеке туда зашел палестинец и он сказал что видел своими глазами зашел палестинец стал в толпу людей и взорвался он взорвался в тот день умерло 23 человека его сестра осталась инвалидом на всю жизнь будете дальше защищать этих палестинцев террористов конкретно вот конкретно по теме израиль против палестины вы будете и дальше защищать вот этих вот террористов одной рукой берущих у вас хлеб потому что они голодные и вы сердобольные а другой рукой держащих нож за спиной для того чтобы воткнуть его вам в спину если вы отвернетесь от этого палестинца чтобы подать ему еще или стакан воды или еще кусок хлеба подумайте прежде чем кричать что палестина бедная палестина хорошая подумайте а потом уже делайте выводы это видео я сейчас оставлю в открытом доступе для того чтобы все кто желают могли поделиться этим видео чем больше народу узнает правду я может быть скорее у людей проснется их сознание и придет понимание того что происходит на самом деле они то что предоставляют нам средства массовой информации и марионетки политики всем удачи пока